Сверхсекретные психофизиологические научно-исследовательские работы по изучению теории и практики активации и использовании скрытых возможностей человека, проводившиеся в советских закрыто-военно-научно-исследовательских институтах. Закрытые программы 3-го отдела НКВД «Сверхвозможности человека», когда обученные сотрудники Лубянки отбирали одаренных в экстрасенсорном плане детей и обучали их в разведшколах. Позднее спецметодики опробировались на специальных объектах военной разведки спецназа ГРУ. Спецназовец-сверхбоец мог долгое время находиться без воды и пищи, включая сверхвозможности совершать длительные марш-броски, проявлять невысприимчивость к боли, самовосстанавливаться после ранений и проводить боевые операции с использованием экстрасенсорных возможностей. Все это окончательно оформлено в авторский принципиально новый вид аутотренинга, направленный на вскрытие и использование резервов человеческого организма в экстремальных ситуациях. В связи с истечением 60-летнего срока давности впервые в мире открыто представляются ранние секретные практические разработки по управлению сознанием, физиологией и поведением человека, систематизированные и усовершенствованные Вадимом Старовым. Этот психофизический тренинг позволяет привлекать ресурсы подсознания через работу с образами по вхождению в боевой транс, как в прикладном направлении, так и в оздоровительном. Система спецназ является прекрасным средством преодоления стрессов и нервных напряжений, укрепляет здоровье, способствует профилактике болезней, делает их медикаментозное лечение более эффективным, помогает отрегулировать сердцебиение, снизить частоту дыхания, успокоить центральную нервную систему и сохранить ясную голову. С помощью методов саморегуляции системы спецназ вы измените свой характер, научитесь быть здоровым, счастливым и добьетесь желаемого результата в бизнесе, спорте и личной жизни. Русская психотехника – это система психофизиологических и энергетических процессов при полном сохранении самоконтроля, направленного к рациональной перестройке личности, овладению собственными эмоциями, развитию интеллекта, тренировке воли, памяти, концентрации внимания, создание гибкой, подвижной, высшей нервной устойчивости в стрессовых, экстремальных ситуациях, сохранности и развития здоровья, мобилизации скрытых резервов и сверхвозможностей человека.